Уважаемые коллеги, здравствуйте! Слышно ли нас хорошо? Да, добрый вечер! Дело в том, что аэропорт Хельсинки принимает только до 12 часов, то есть у нас времени очень мало, боюсь, что мы не на все вопросы ответим по этому комментарии и буквально несколько коллег. Пожалуйста, брейк помню про этот гейм. Спасибо. Я думаю, что мы играли довольно solidный гейм сегодня. И мы знали, что Авто, у них были тяжелые времена, и у них есть очень хорошая таблица, skillful ребята. И мы знали, что раньше, когда мы пришли сюда. Сегодня я думаю, что ключи был очень хорошим пенальтиклением, и наш очень хорошим goalie, Данил Тарасов. И мы знали, что после последнего года, что у нас будет возможность, и мы просто должны использовать наш моментум. И, во время времени, пенальтикл для Авто, и пенальтикл для нас. И это история. Два пункта, и я не задействован, как наши ребята играют сегодня. Я доволен тем, как сегодня наши ребята играли. Мы набрали два очка. Мы прекрасно понимали, что нас ждет сегодня очень сложный матч. При этом мы сыграли сегодня надежно. Мы понимали, что Авто не очень хорошая серия идет. Они до этого матча проигрывали. Поэтому мы ожидали, что будет игра сложная. Отмечу, что сегодня ключом в нашей победе стала игра в меньшинстве. Мы хорошо выдержали напор соперника. Плюс сегодня Данил Тарасов. Наш галкипер прекрасно себя проявил. Ну и мы знали, что если у нас будет шанс, мы должны воспользоваться. И что и получится в овертайме, мы забили победный гол. Томми, объясните, пожалуйста, почему команда в последнее время играет скучный оборонительный хоккей? Ну, так скажем, как многие называют трусливый. Вам так важен результат, а не само содержание игры? На вас давит возможность увольнения или есть какие-то другие причины? Спасибо. Что ты можешь сказать о твоем игре? Это просто длинный и оборудовательный игр. Вот сейчас, если это просто проблема результатов, вы просто боитесь о результате вашей карьеры в Салат-Юлайе или что-то такое? Я сегодня очень удовлетворен тем, как мы сыграли. Сегодня нас ждал сложный соперник. Пустая арена, без болельщиков. Поэтому все это вместе накладывается. Плюс не будем забывать, что сейчас идет середина сезона. Такой важный этап. Поэтому мы очень рады, что им брали сегодня два очка. Здравствуйте. Азаман Шулуков, Медиакорсет. Томи, оцените, пожалуйста, ситуацию у Салавата с выбрасываниями и против Sky. И сегодня против автомобилиста было выграно очень мало. Что ты говоришь о СССР? Салават потерял фейс-оффе против Sky. И сегодня это не такая хорошая ситуация, я думаю. Да, конечно. Как я уже говорил, это сооружение со всей группой. Это не только центр-мастер. Но я согласен. Мы должны улучшить эту часть игры. Я согласен с вами, что нужно нам от компонент улучшать. Но, как я до этого отмечал, это не только работа центральных нападающих. Но это и работа всей бригады. Всех тех, кто находится на льду, должны вместе выиграть это. В любые выбраски. Что можете сказать о Багаре Тарасова? Довольны ли вы им сегодня? И не кажется ли вам, что он очень много шайб перед собой отпускает? Что ты говоришь о Тарасове сегодня? И не думаешь, что Тарасов должен улучшить пак больше? Он улучшает много rebounds? И, опять же, Тарасов играл хорошо. Он улучшил очень много шайб сегодня. И он помогает нашим команде победить. Я думаю, что у нас есть хорошие goalie-goalies, которые могут помочь нашим goalie-goalies. И я не имею никаких комментариев. Конечно, в оптимом ситуации нет. Но иногда Багаре приходит так быстро на экране. И я думаю, что глава главная вещь делает шайб. Так что сегодня, опять же, Тарасов сделал очень хорошую работу. Я очень счастлив. Какой молодой человек играл. Я считаю, что сегодня Тарасов, наш молодой goalkeeper, себя прекрасно проявил. Так, где-то на его даже стороне сегодня были хоккейные боги, скажем так. Он сегодня очень хорошо старался. В обычной ситуации, да, соглашусь с вами, что нужно больше шайб ловить. Но, однако, сегодня очень было много перемещений. Плюс экранировали goalkeeper постоянно. И плюс были такие неожиданные броски. Поэтому здесь, может быть, это оптимально. Но за согласие тем, что в обычной ситуации чуть больше надо отбивать. Но не буду забывать, что это молодой goalkeeper. Оцените обмен Сошников на Оминку. Что же ждете от Наоминку? И считаете ли вы, что сделали достаточно, чтобы найти звено для Сошникова? Ну, две части. Первый вопрос. Первый вопрос. What can you say about Сошников's trade? And don't you think you did enough to find a suitable line for him? Sorry. Second part of the question. I didn't hear. Do you think you did enough to find a suitable line for him? Good line. Good line for Сошников. That's a long story. It's a professional, professional life. And professional hockey world. I think Sosnikov asked trade. And like I said, this is professional hockey world. There is trade and things like that. And we tried many kinds of things. But I think we know here inside the club, we know how things went. And Sos knows how things went. So that's all about that. Hey, like I said, no comments anymore. I'll pass the deal. I'll pass the deal. What about Sosnikov? I think Sosnikov's. I think that Sosnikov's, first, was the issue. And if we already had some questions about the deal, I would like to say, that it's not clear, that they are clear. What's up? What's up? So Sosnikov's. 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 We understand the situation. So, for this reason, we already have a comment. Sosnikov's. 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 Kisodyn Scholars category. First of all, Switzerland is worth it. First of all, a few words about pantheels. Well, it's tight, obviously. There is no room out there. Therefore, scoring chances were at the premium. Много не реализовали своих возможностей, не забили нужный гол, и таков результат сегодня. Вопросы? Здравствуйте, Азамаша Луков, Илья Корсеть. Бил такой вопрос вам. Сегодня достаточно много автомобилист бросал после входа в зону атаки и бросал низом в том числе. Хотели ли вы таким образом сыграть на отскоках от Тарасова, потому что порой он достаточно часто их допускает. Спасибо. Да, вы знаете, я думал, что они делали хорошую работу, очистивая какие-то rebounds и делали хорошую работу боксу. Я думаю, что мы должны быть в центре. Я думал, что были какие-то возможности для вторых и третьих, но, конечно, мы не смогли капитализировать. И, вы знаете, мы должны быть в первую очередь, чтобы быть лучше. Мы закончили в центре 0-5, и, наверное, наш лучший был последний в третьем, с некоторыми опасностями, но мы должны быть лучше впервые. Да, на сегодня соперник очень хорошо сыграл на отскоках. Было много заблокированных бросков. Нам не удалось завершить эти броски взятием в ворот. Нужно было, конечно же, забивать в большинстве, особенно в третьем периоде. Последний день у нас достаточно был такой опасный розыгрыш, который нужно было завершать. Не получилось этого сделать. К сожалению, и вратарь, и защита сегодня хорошо сыграли соперника. Можно задать вопрос. Денис Тайпов, Горобзору. Билл, на ваш взгляд, почему этот матч получился таким скучным? Вы не засыпали по ходу игры на скамейке? Нет, нет, я не могу спать на бенче. Нет, это было очень тяжело. Я думал, что они сделали хорошие задачи, чтобы это было тяжело, чтобы встать в неутральную зону. И, опять же, нужно, чтобы вы не спали на зоне. Вы должны шутить, вы должны быть встать, вы должны быть встать, вы должны быть встать. Я думаю, что большинство возможностей в игре появились из-за о-зоне игроков и циклов. И это просто такой же игрок, который был здесь в ночь. Нет, нет, я не могу спать на скамейке. Они сегодня проделали отличную работу. Это было очень серьезно. Соперник подготовился. Было очень много борьбы в нейтральной зоне. И, помимо этого, приходилось много работать в атаке. Все моменты приходилось выцарапывать. Много совершать действий без шайбы для того, чтобы совершать эти самые броски. Поэтому нет. Спать не хотелось. Игра была достаточно серьезная и равная. Но идет серия поражений. Скажите, на вас как-то давит руководство клуба? Вам говорят о возможной отставке или вообще никакого давления нет? Вы работаете дальше в спокойном, привычном режиме для себя. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Нет, нет. Никакого давления я не чувствую. Конечно, это очень неприятно. Нам, конечно, не хотелось бы иметь такую серию из поражений. Тем более, что в ряде матчей, таких как против трактора, мы вполне могли и одержать победу. Но, к сожалению, потерпели поражение в овертайме. Сегодня мы потерпели также поражение в овертайме, играя в меньшинстве. Это неприятно. Но всегда случаются такие моменты, когда посреди сезона тебе приходится проходить через неприятные моменты. Помимо этого, я бы выделил позитивные моменты, что вернулся Холланд, вернулся Мамкин. Мы ожидаем прихода в команду Хольцера и его появление в составе. Следующая игра у нас будет против Динамо. Я для себя отметил, что узнал очень много нового про свою команду к этому моменту сезона. Мы продолжаем работать, делать выводы из ошибок и надеемся на другой результат в следующий матч. Спасибо. 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 Ждем следующих участников. Защитник Хокиного клуба «Автомобилист» Чейк Геновый готов ответить на ваши вопросы. Некоторые слова о сегодняшний матч. Ваши комментарии? Я считаю, что это было улучшение для нас от последних двух матч. Я считаю, что мы делали много вещей хорошо. Но я считаю, что это было улучшение для нас в правильное направление. Это очень впечатляет. Я не получил два пункта. Но в целом мы играли лучше, чем мы в последующих игр. Кажется, что наша игра становится лучше. Но, к сожалению, пока что не удалось изменить итог матча. Но в последних трех матчах, мне кажется, что мы стали играть намного лучше, хотя никак не можем одержать победу. Здравствуйте. Можно? Да. Добрый вечер. Замар Шулуков, Медяк Арсеть. Не могли бы вы оценить игру своей команды в большинстве? Автомобилист в числе лучших команд по этому показателю. Соловат, наоборот в числе худших по меньшинству, хотя в последнее время прибавил. Что именно сегодня соперник сделал для того, чтобы не сумели забросить 5 на 4? Да, я думаю, что мы взаимодействовали на нашу силу довольно много в этом году. Вы знаете, это не будет идти в каждую ночь. Я считаю, что мы получили несколько хороших взглядов. Я считаю, что они очень хорошо сделали, что они играли крепко с четырех парнями. И они найдут способа блокировать удары, если это был их передача или один из тех парней, в передачах, они поставили свой тело на лайн и блокили какие-то удары. Мы сделали хорошие взгляды. Но я даю им кредит, даю им кредит. Он был хорошим игром, конечно. Это просто один из этих нитров. И, надеюсь, мы будем вернуть. Да, у нас одна из лучших реализаций большинства в Лиге, но не каждую. Каждый вечер удается продолжать в том же ключе. Сегодня соперник играл очень хорошо, очень плотно. Постоянно кто-то из игроков перекрывал линию броска. Постоянно блокировали наши броски. И не давали нам совершать чистые броски. Очень плотно, очень хорошо, подисциплинированно сыграли. И это просто был один из тех вечеров, когда тебе не удается забить то, что ты можешь. К сожалению, будем надеяться, дальше будет худше. Еще вопросы? Все, спасибо. На этом заканчиваем нашу просконференцию. Спасибо и до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok